здравствуйте дорогие друзья есть вот у дмитрия уже звук есть замечательно вижу ваши ну чудесно все значит меня не только видно на теперь еще и слышно да и теперь можно с вами поздороваться я очень рада всех вас видеть многих из вас я к счастью знаю лично и прямо очень рада что этот вечер мы проведем с вами вместе это очень здорово причем мы проведем его не просто так да а за любимым рукоделием согласитесь на редкость удачного сочетания повидаться с друзьями да еще и по поделите а сегодня наш вебинар он не сам по себе а наш вебинар от компании гела вы видите за мной логотип и наверняка многие из вас этот логотип уже знают уже видеть не один раз он появляется во многих журналах если вы любите рукодельные выставки да то тоже компанию гела вы знаете очень хорошо потому что огромное количество товаров которые компания гела возит для нас в академии есть наверное но в любом магазине в котором мы ходим за любимыми покупками сегодня допустим узнала что товар возится буквально со всего света и даже из австралии представляете как удачно поэтому смотрите заглядывайте заглядывайте на сайт можно посмотреть какие-то новинки что приходит что появляется какие техники какие новые направления и дальше спокойно заходим любимый розничный магазин строго спрашиваю а где наши новые краски вот поэтому добро пожаловать и так потихонечку давайте начинать сегодня мы с вами будем работать руками поэтому сейчас я вам все рассказала все что могла и мы потихонечку сейчас начнем переключаться для того чтобы в течение очень короткого времени нам надо попробовать уложиться за два часа создать вот такой вот интересную штучку это черепичка черепичка стеклянная заготовка очень необычная и мы ее будем декорировать буквально со всех сторон на сегодняшнем вечере ну что поехали за работу сейчас мы переключимся камеру и дальше вы будете видеть уже не только меня стоит сколько мои руки и за работу давайте так я уже вижу свои руки скажите пожалуйста видно ли вам мой рабочий стол все видно все замечательно ну здорово здорово тогда потихонечку поехали с вами за работу для работы сегодня мы с вами берем вот такой вот очень интересную заготовку да это итальянский поставщик стамперия прозрачная черепичка согласитесь заготовка достаточно необычная все мы знакомы с вами с черепичками таракотовыми да а здесь вот стекло и грех закрыть полностью это стекло декором поэтому мы с вами будем заниматься обратным декором обратным декупажем а потом дополним нашу работу и сверху для того чтобы создать тот самый глубокий эффект о котором мы упоминали в анонсе мастер-класса замечательно для того чтобы сделать работу поинтереснее мы начнем с вами с кракелюра ведь не секрет что это одна из самых популярных технику декупажа поэтому давайте посмотрим что же можно сделать с его помощью и на стекле сначала я конечно же сняла этикетки веревочку мы с вами тоже выбираем и прямо скажем для сегодняшнего дизайна пожалуй даже лучше пойдет не веревочка может потом да можно сделать какую-то цепочку или можно ставить даже кожу на шнурочек это будет гораздо интереснее и прежде чем начать работать по стеклу мы всегда сначала его обезжириваю сделать это можно чем угодно я предпочитаю спиртосодержащие жидкости да мы протираем с вами всю поверхность на которой будем работать очень аккуратно и очень быстро главное чтобы в этой спиртосодержащие жидкости не было никаких добавок если у вас под руками нет ничего подходящего просто помойте ваши стеклянные заготовочки с любой жидкостью для мытья посуды этого будет достаточно ну а дальше просто стараемся лишний раз не касаться уже этой рабочей поверхности чтобы у нас не остались следы от пальчиков и так на сцену выходит наш любимый шаговый каркелер вот это вот пара она специально предназначена для работы по стеклу и работать с ней оказывается на редкость приятно мало того что вот этот тонкий носик смотрите как удобно сразу раз наношу первый шаг тоненьким слоем и кисточкой скоренько без примедлений разношу его по всей поверхности если вы сделаете слой очень толстый ты трещинки у вас получится достаточно объемными но так как у нас с вами черепичком не ровная да не прямая то лучше делать трещинки небольшие чтобы у нас лак особенно второй шаг киркелерной пары просто не скатился внутрь по наклонной стеночки и первый и второй шаг я буду наносить тонким слоем что же это за пара ничего она нам нужно почему здесь именно два лака здесь очень просто когда мы с вами наносим первый слой первый шаг мы подготавливаем поверхность к тому чтобы нанести второй а вот когда у нас уже второй шаг ложится на заготовочку тогда у нас и начинается реакция лаки между собой начинают ссориться не дружить и второй шаг просто растрескивается прямо поверх первого чем еще мне нравится это пара вот кисточку после первого шага отмыть очень легко просто теплая вода с мылом кисточка снова чистая если у вас уже есть опыт работы с каркелерными парами то вы знаете как после некоторых составов мучительно тяжело отмывается кисти на здесь проблем нет теплая вода с мылом кисточка замечательная а вот теперь главное во всей этой истории посмотрите когда мы наносим первый шаг он у нас белесый и до тех пор пока он не станет прозрачным двигаться дальше мы не сможем нам надо подождать пока первый шаг высохнет и станет совсем-совсем прозрачным торопить это событие нам не надо потому что первый шаг очень очень не любит фену вообще на самом деле лучшая гарантия удачная работа с двухшаговым каркелером это внимательно читать инструкцию вот здесь вот нам производитель сразу черным по белому написал что первый шаг фена не любит все просто не будем им пользоваться немножечко подождем сразу хочу вас обрадовать а на следующие этапы для того чтобы нам не сильно жужжать феном и недолго ждать работы лапами я заготовила несколько образцов на разных этапах мы будем просто брать и тихонечко продолжать работу чтобы не задерживаться пока что я могу сказать пока у нас есть небольшая пауза а прошу вас сейчас во первых я надеюсь что меня очень хорошо слышно да я вот это отвлеклась немножко подняла голову на наш чат и смотрю что мы с вами собрались вообще из разных стран из разных даже континентов да виде можно поближе камеру в виде тюбики корабли давайте таким вот образом покажу об я попала да это фара наоборот опа вот так да вот так гораздо лучше это пара итальянского производителя компании стомперии пара специально сделано для стекла а по своему опыту могу вам сказать что ну были конечно уже попытки достаточно успешно работать по стеклу не обязательно вот пары для стекла но насколько удобно вот именно с этими составами оказалось делать трещинки на стекле просто чудо потому что пленка ложится очень устойчиво очень надежно и вот ни в какой момент дальнейшей работы у меня нет ощущение что эта пленка может просто начать съезжать то есть вот лучшая рекомендация очень мне понравилось тем временем вот мы увидим прямо на глазах то первый шаг начинает высыхать и потихонечку готовятся к нанесению второму что же такое у нас двушаговая краклея двушаговый кракелю я вижу что многие из вас уже работали с такими техниками да и наверное знакомы с тем что происходит нас под руками а самая наверное прямая ассоциация которая возникает когда мы видим с вами шаговые краклею его трещинки это с тем что происходит с картинами художников со временем ведь картины начинают тихонечко тихонечко со временем покрываться мелкой мелкой сеточкой таких трещинах до трещинки забивается пыль со временем сеточка становится более явно вот тот самый двушаговый краклею который мы с вами имитируем спасибо видно и слышно отлично но замечательно я еще немножко освоить камеру да потому что здесь немножко зеркальное отображение и соответственно чтобы я вам показывала прямо на немножечко подумать да если себе показывают и здорово видно ну и хорошо я вижу вот тем временем у нас белизна практически ушла и я сейчас нанесу на эту заготовку второй шаг немножко не досушить хорошо но договоримся что вы так никогда не делаете то есть критерий очень простой пока есть хоть одно беленькое пятнышко от первого шага дальше не двигаемся наносится вообще очень 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 легко он по сути похож на желатин такой желеобразный состав даже цвета желтоватого он жиденький наносим его не толстая помню о том что он начнет очень здорово у нас скатывается со стенок если мы сделаем очень толстый слой а вот если вы очень сильно стечет в серединку то в серединке образуется настолько толстый слой второго шага что он не сможет треснуть поэтому спокойно не сильно растягивать но и не жирно да то старышах наносим так чтобы у нас не сильно а вот здесь у меня сейчас будет к вам для вас хорошая новость вот второй шаг мы уже можем смело совершенно сушить феном единственное помню о том что под феном мы получаем очень тонкую сеточку прямо трещинки будут мелкие 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 но иногда при определенном декоре это имеет право на существование только и украшает наш такой ну вот волшебным образом делаем монтаж хоп второй шаг у нас быстро вот а я понимаю что наверное вам сейчас не очень видно но когда я ловлю блики я вижу что у меня второй шаг тоненько-тоненько-тоненько потрескался очень здорово вот здесь немножечко немножечко видно трещинки до трещинки тоненькие крокелюр фарфоровый и слава богу что он такой потому что грубый крокелюр на стекле смотрелся бы просто отталкивающих но нам нужно с вами выделить наши трещинки чтобы они были видны не просто на блике для этого используется совершенно замечательная вещь такой вот состав это мелкий мелкий металлический порошочек называется кто кстати куда ударение ставит иногда говорит паркурина и вот этим порошком очень удобно затирать трещинки кроклей давайте попробуем это сделать самый простой вариант для работы открываем манку и берем ватный диск немножко порошка надеюсь и вот такими вот легкими круговыми движениями начинаем втирать порошочек нашу заготовку вот я вижу что у меня прямо под руками трещинки становятся более явными но посмотрите эту заготовочку я сушила дома без фена долго в течение ночи у меня она спокойно стояла и трещина у меня получили длинными клетка крокле широкая очень приятно сразу хочу сказать что конечно у нас с вами это совсем не основной элемент сегодняшнего декора поэтому и трещинки нам не нужны такие вот грубые явные они лишь добавляют такого легкого изящества нашей картинки нашей работы совсем тоненькие ну как видно вам немножечко вот здесь вот здесь вот здесь вот все побежала немножко встречи замечательно хорошо убираем совершенно изумительная вещь потому что вот этот маленькую баночки хватает на много лет наверное даже можно так сказать потому что расход совершенно минимальный и вот у нас с вами уже первый слой декора готов но прежде чем двигаться дальше нам нужно обязательно закрыть это кроклея неводным лаком чтобы сохранить чтобы у нас пленочка с каркелерными трещинками не сошла вслед за кистью при дальнейшей работе а у меня посмотрите вот такой замечательный лак это лак на основе растворителей тоже итальянский производитель на пире я а лак не густой довольно жидкий очень удобный в работе он ложится быстро и тоненько покрываем в один слой в одном направлении очень спокойно не пугайтесь легких подтеков пока ваша заготовка прозрачная вы видите что какие-то неровности какие-то подтеки вот они прям заметны тем более если яркий свет как у меня сейчас да и от подтеков прям такая явная тень ложится кажется что мой что-то не то не испортила ли я работу ничего подобного все совершенно замечательно пока у нас заготовка прозрачная мы с вами видим такие вот неровности и неточности но как только мы добавляем сюда декупажа поверхность становится идеальной ровной и приятной и гладенькой вот вот таким вот образом я наношу этот план пока она насохнет давайте я покажу что же нам делать с кисточкой после этого лапа здесь очень просто так как кисть нам надо с вами отмывать в растворителе просто вода нам не подходит то я делаю таким образом чтобы не портить дома трубы ты и не пахло лишний раз ничем не приятно потому что white spirit пахнет будь здоров я отливаю в баночку немножко растворителя кисточку мою непосредственно в банке как следует промываю 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 и потом достаточно теплой водой с мылом чтобы кисть снова стала чистенькая и пушистая а банку закрывает до следующего раза таким образом банка у меня стоит прямо на несколько раз ее хватает потом сразу выливаю растворитель все чисто и трубу лишний раз не забывается этим самым ужасного теперь я немножечко феном сушила чтобы продолжить работу мы в это время звук пока выключаем чтобы вас не пугать буквально секунду включаем фен 2 2 12 15 Продолжение следует... 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 по дереву, так легко себя не проверишь. Тщательно прижимаем. Посмотрите, кисточка у меня собирается почти в уголочек, складывается, чтобы прижать, 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 как следует карту. Если волнуетесь, что можете не слишком тщательно приклеить, просто покройте заготовку очень-очень тоненьким слоем клея, прежде чем накладывать карту. И все, и вы будете уверены, что там клея, здесь клея точно складывается. Это не обязательно, но так вот по жизни иногда помогает. Особенно, если рисовая карта очень плотная. Скажите мне, пожалуйста, вы больше любите работать с чем? С салфетками, с докупажными картами или с рисовой бумагой? В обычной практике что предпочитаете? Напишите мне, пожалуйста. Рисовая бумага. Да, Ольга, бумага, конечно, рисовая бумага, это очень удобно. Вот я, когда веду мастер-класс у деток, всегда стараюсь уготовить мотивы на рисовой бумаге, потому что, ну, самый беспроблемный вариант с очень хорошим качеством работы. Лидия любит салфетки. Лидия, снимаю шляпу. С салфетками, мне кажется, тяжелее всего работать, да? Особенно, когда не знаешь качества этой салфетки, вдруг она тоненькая, вдруг начнет рваться, собираться. Всегда очень сложно предугадать, как салфетка начнет себя лести. Лисовая бумага. Да, и, ну, вот я соглашусь с вами. Все-таки рисовая бумага это отдельное удовольствие. Особенно, когда сейчас появилось столько потрясающих мотивов. приходишь в магазин, глаза разбегаются. Вот, особенно итальянские рисовые карты, ну, согласитесь, да, насколько проработаны, насколько интересны и насколько качественная полиграфия, что, ну, в общем, очень важно. Гузель по настроению. Гузель, а сегодня какое настроение? Что клеим? Салфетка, так как интересные мотивы и большой выбор. Да, Вера, соглашусь, салфетки, казалось бы, да, уж сколько кайф, но все равно приходишь, особенно на выставках, и в любом случае хочется и эту салфетку и ту. Вот я подсматриваю опять за свою работу и смотрю, что кое-где у меня все-таки видно легкой белюсость. В принципе, высыхая, клей становится прозрачным и белюсостью идет, но я в этих случаях предпочитаю применить лучшее средство для докупажа, любимый инструмент всех докупажных, собственный пальчик, да? Вот лучше, чем пальцем, не прочувствует, наверное, никак. И вот таким образом просто втираю карту и вот тут, ну, прямо вот стопроцентное прилегание. Я даже волноваться уже не буду, как же у меня карта приклеилась. Она точно приклеилась замечательно. Замечательно. Видите, отдельно прорабатываю краешки. Хотя вот в данном конкретном дизайне мы с вами краешки потом спрячем, да? Но это, опять же, добрая привычка быть уверены, что мотив проклеен весь и очень тщательно. Ну что, я опять посушу с вашего позволения. Немножко-немножко помочу вас феном. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, немножко у меня клей подсох, еще немножко, конечно, он подлипает, я чувствую, потому что так быстренько-быстренько мы его посушили феном. Но давайте двигаться дальше Теперь самое интересное Пока вот эти вот краешки непонятно, зачем они здесь они остались и вообще это вот без... Наводим порядок Я делаю очень просто Мне нравится способ с помощью которого я всегда оформляю вот в таких случаях края Я беру обычную наждачную бумагу У меня она просто сделана вот в таком виде очень удобно работать Но в принципе это самая обычная наждачная бумага не очень тонкая Если смотреть наши единицы то это приблизительно, наверное, 460 единиц Бумажка такая, достаточно цеплячая Ставлю на ребро и сильно нажимая отшкуриваю заготовку по краям Вот когда я ставлю на ребро у меня получается ребро как бы навстречу наждачной бумажке делает такой вот ровный-ровный край На мой взгляд, самый быстрый и самый удобный способ чтобы убрать лишнее и сразу же получить очень аккуратный край Здесь важно, посмотрите я отшкуриваю строго сверху вниз для того, чтобы случайно боковым движением не содрать мою работу А вот когда сверху вниз то все четко-четко-четко обрезается в ряду края Камера не успевает, бедная за мной да, я слишком активно работаю наждачкой но, что делать? Вот так вот, раз Практически у меня все готово Ура, ура, что-то уже получилось, да? Ну-ка давайте перевернем и посмотрим Ой, что-то получилось но еще такое достаточно все тусклое и картинку, мотив наш толком не видно, да? А все потому, что стекло-то у нас прозрачное, да? Нету основания под нашей картинкой никакого Она светится вся наружу и, соответственно, мы толком не видим а что же на ней нарисовано Нам нужно создать фон при обратном до купажа Самое главное вовремя сделать фон для того, чтобы проявить рисунок И сделать это можно двумя способами Ну, способ такой, достаточно несложный Можно просто загрунтовать Да? Обычная белая грунтовка акриловая И на белом фоне мотив сразу заиграет Но, это же простой вариант Нам он не интересен Мы пойдем сложным путем А сложный путь заключается вот в чем Есть у меня вот такая вот волшебная маночка Это клей для поталии Да-да-да, самая настоящая, наша любимая поталия Давайте мы с вами фон позолотим С помощью поталии И этот несложный способ позволяет нам добиться очень интересного эффекта Я пока нанесу клей, он будет сохнуть А мы с вами поговорим об этом эффекте Без всяких сюрпризов Мягкой кисточкой Наношу клей ровным слоем Вот таким вот образом Не очень жирным слоем Да, мне не нужно Чтобы у меня клей был прямо такой густой-густой Тем более, этот клей очень приятный в работе Он довольно жидкий И ложится быстро и равномерно Клей для поталии на водной основе Недавно увидела в интернете Совершенно страшные варианты Когда предлагают клеить поталь чуть ли не на клей карандаш И тоже хочу вас попросить Давайте не будем экспериментировать Для качественного золочения Нам достаточно просто хорошего клея для потали И мы будем не волноваться за наш декор Мы будем уверены, что поталь приклеена надежно А главное, что мы не донесли сюда никаких ненужных вариантов Которые потом начнут нашу поталь окислять Ну вот, клей я нанесла И вот я чувствую, что он у меня уже под кисточкой Начинает схватываться Начинает потихонечку-потихонечку сохнуть Здесь очень важный момент Иногда спрашивают Обязательно ли накладывать в один слой Или можно что-то подправлять Четкого требования, что клей для поталии наносится в один слой Нету Но хочу вам заметить вот какую вещь Когда мы с вами начинаем равномерно наносить клей Пока мы дошли от одного краешка к другому Здесь он уже начинает высыхать Высыхает он сверху Да? Дает небольшую корочку И когда мы возвращаемся Хотим что-то подправить Еще подрисовать Может быть еще нанести клей Мы очень легко эту нежную корочку Кисточкой просто соскребаем Тем самым нарушая ровный слой клея Ну и в дальнейшем потали будет тяжело приклеиться Здесь ровненько и аккуратненько Вот, клей нанесла И принцип совершенно тот же, что и в первом шаге кракелюрной нашей пары Пока у меня есть белесость Я не тороплюсь с поталию Я даю клею возможность немножечко подсохнуть Так называемый способ, да, на отлип То есть мы трогаем пальчиком Клей для потали у нас липкий Но при этом не белесый Вот что касается конкретно вот этого клея То, чем он мне нравится в работе Он даже очень здорово высыхает Все равно остается очень-очень-очень липким И даже через сутки я могу вновь вернуться к потали и спокойно наклеить Так, а тем временем давайте поговорим Зачем, собственно говоря, нам вот здесь понадобилась потали А все очень просто Когда мы под наклеенный мотив на прозраченном декоре Наносим слой потали Когда мы делаем золочение или серебрение Мы тем самым добиваемся эффекта гравюры Мы подсвечиваем металлом нашу картинку Свет проходит через стекло Проходит через мотив Отталкивается от слоя позолота И возвращается к нам Тем самым мы фактически дополнительно углубляем наш мотив То есть еще больше разделяем нижний слой декора от дальнейшего верхнего Как же выбрать цвет потали для вот такой работы? Смотрите, очень просто Есть поталь в нескольких вариантах Ну, наверное, самая популярная цвета Это медная поталь, медь Золото И серебро Такие самые простые варианты Самые известные, самые популярные Три наших металла Что же происходит, если мы наносим с вами медь? Наша работа становится очень желтой Наши краски Немножечко затемняются Углупляются И фактически мы получаем с вами эффект осени Если же мы пользуемся золотом Это то, что я хочу сделать сегодня То мы, конечно же, притепляем наши краски Но при этом они не затемняются У нас получается картинка достаточно яркая И слегка светящаяся Именно таким, знаете, теплым, приятным солнечным светом То есть получается ощущение лета Что же происходит, когда мы пользуемся поталью серебряного цвета? Мы не меняем основного тона картинки Мы лишь даем блеск, металлический блеск этой картинке Но серебро цвет не меняет Цвет мотива у нас остается ровно таким же Каким мы видели его на рисовой бумаге На рисовой карте Прежде чем клеить Да, золотом солнечной Тамара пишет Да, Тамара, мне тоже очень нравится этот золотой вариант Хочу вот сейчас его и поделать Вот Значит, с цветом мы с вами определились У нас будет золото, у нас будет солнце и лето А давайте теперь посмотрим Какая же поталь у нас в принципе бывает Вот то, что у меня сейчас на столе Это поталь в крошках Иногда пишут поталь в хлопьях Да, размер бывает очень разный Начинают со всем вот такой вот мелкой-мелкой крошечки внутри Качая вот здесь вот прям такие Хорошие крупные хлопья Очень удобные для работы А бывает поталь в столах Смотрите, как здорово То есть у нас сразу ровный вот такой вот лист И если площадь золочения у нас с вами большая То это получается работа легкая и быстрая Мы сразу переносим лист поталь на работу И сразу вот такую вот площадь покрываем поталь Сразу золотим Посмотрите, пожалуйста, у меня здесь очень интересная поталь Мы с вами видели в крошках, да? Классические цвета золото и серебро А вот здесь сейчас чуть-чуть пошевелю Вот, видно хорошо, да? Посмотрите, поталь с имитациями окисла То есть это медная поталь такая фантазийная И золото с имитацией окисла Причем видите, оно в клеточку, да? То есть вариантов для декора сразу масса Производитель нам только подкидывает идею Мы же ее подхватываем И можем придумывать с помощью вот этого материала Много всего интересного Сейчас я попрошу немножечко приглушить наш кондиционер Потому что вообще поталь штука такая, что на нее даже чихнуть опасно Она же сразу же разлетается И поработаем именно с вот этой вот поталью Золотой в хлопьях Когда большие мастера золочения принимаются за работу Они первым делом защищают руки На руки надеваются вот хлопчатобумажные перчатки Вы говорила, да? Белые перчатки для того, чтобы руками Лишний раз за поталь не браться То есть мы стараемся с вами поталь руками не трогать Ну понятно почему, да? Руки у нас всегда немножко влажные И вот эта влага попадая на поталь Дает возможность потом потали на работе на нашей Начать потихонечку окисляться То есть темнеть и фактически у нас имитация золота пропадает Вот, поэтому мы стараемся руками не хватать за поталь И работаем широкой плоской кисточкой А с крошкой очень удобно работать вот таким образом Смотрите, я на рабочий стол, когда занимаюсь золочением Всегда кладу листочек бумаги чистый Просто обычный белый листочек Дальше смело на нем работаю А если остается крошка на этом листочке Я ее спокойненько собираю И возвращаю назад в коробочку Поэтому здесь настолько незначительный получается расход потали Вот такой коробочке здесь 3 грамма потали всего лишь, да? Ведь она тоненькая-тоненькая-тоненькая фольга, очень легкая Так вот такой коробочке хватает на множество проектов Штука получается очень экономная Все, и спокойненько начинаю покрывать поталь Посмотрите, какие роскошные хлопья, да? У меня прямо здесь не хлопья, а целые огромные-огромные листы Вот так вот мягкой кисточкой я начинаю распределять поталь по всей поверхности Клей у меня уже подсох Он не мокрый, но очень липкий Прямо хватает замечательно Если же вы занимаетесь золочением всерьез и надолго То можно приобрести специальную кисточку для потали Так называемая кисть лампезей Широкая-широкая мягкая кисточка Которая используется только для золочения Больше ни в каких работах мы ее не используем Очень бережем, очень нежно с ней обращаемся, да? Но если вы золотите время от времени иногда То можно не гоняться за кисточками А работать с вашей обычной синтетической кистью Единственное требование Чтобы она была у вас очень сухая и очень чистая Вот таким вот образом потихонечку я сначала распределяю крошку на всю мою заготовку Лишний раз стараюсь руками поталь не трогать Вот так Ну вот Остатки хлопушков остаются у меня на бумажке С ними ничего страшного не происходит То есть есть два вопроса Как называется кисточка и это самое Вот это хлопья, да? Тамар, да, вот мне тоже нравится хлопушкой Кисточка называется лампезель Но это профессиональная кисть То, что у меня в руках Это синтетика Просто плоская мягкая синтетическая кисточка А лампезель кисть из натуральных волоконцев Она, знаете, очень удобная Ее очень легко узнать Обычно она очень широкая То есть она плоская, но очень широкая И у действительно широких кистей У них даже нет вот такой вот ручки Как правило, у нее такая, знаете, ручка как гребешок Такой вот вдоль кистей Ее берут прямо вот как На что похоже, даже не знаю Ну, как книжку, наверное, я бы брала И вот так вот переносила бы ей листья потали Очень красивая вещь Очень удобная Сразу чувствуешь себя большим мастером Ну вот Я сейчас практически прижимаю поталь Да, без сильного давления Без лишних усилий Просто прижимаю поталь И опять же В режиме спокойной работы Вот в таком варианте Я бы мою работу оставила Ну, хотя бы часа на 3-4 Пусть клей подсохнет еще Пусть листики потали как следует прилипнут Не будем ее торопить и насиловать Да, пусть спокойно она отдыхает У нас с вами, пожалуй, сегодня нет такого количества времени Поэтому продолжаем работать Следующий шаг, который я делаю после того, как я прижала Я немножечко как бы вычесываю поталь Вот таким вот образом Пока клей свежий Пока вот у меня только-только-только все поработалось Я сейчас стараюсь это делать очень аккуратно А вот если бы у меня моя черепичка постояла бы, поотдыхала То я бы работала гораздо смелее Тут уже я была бы уверена, что Вся моя поталь останется на месте И ничего страшного с ней не случится Ну вот Счесываю лишние слои Потому что прилипает у меня только один слой Который вот попадает Крошечка моя, хлопушка Попадает на клей Вот она и прилипла А все, что наслаивается сверху Оно совсем не прилипает И если я не уберу дополнительные слои То они потом начнут у меня вставать практически дыбом под лаком Но это будет совсем некрасиво Вот вообще некрасиво Вот Поэтому вот таким образом я как бы Счесываю верхние слои Не приклеенные Оставляю ровный и гладкий слой поталь Не буду сейчас делать очень сильно Потому что клей у меня свежий И поталь, видите, у меня норовит убежать Вот Что же я делаю дальше? Так Прервусь немножко На обычный лак Без специального клея для потали Нет, видите, смотрите Мы с вами сначала наносили вот этот самый Оп Поймалась Этот самый клей для потали Да Мы нанесли клей для потали Обычный лак здесь не подходит На обычный лак Потальный клей Всегда используем специальный клей для потали И Подсушив его немножко Стали накладывать вот эти вот самые хлопки Вот Таким образом у меня получается очень надежное золочение Дома Прочесав Опять же Можно дать потали немножечко отдохнуть А потом сделать очень интересную вещь Берем сухоночку Шерстяную тряпочку И мягенько Располировываю Мою поталь И вот в этот момент мы получаем совершенно замечательный идеальный золотой слой Вот это и называется хорошее технологичное золочение Но на это требуется время Что же мы сделаем после тряпочки дома? А вот после тряпочки нам надо нашу красоту, наше золото сохранить Для этого мы покрываем нашу работу Нашу поталь Тонким слоем не водного лака Помните этот лак, с которым мы уже работали, когда делали двушаковый кракелюр? Да? Это лак на основе растворителя Очень удобно Точно так же закрываем поталь И все И наша поталь уж точно не начнет окисляться с течением времени Сейчас я не буду тратить на это время Но после мастер-класса обещаю вам Обязательно залакирую ее как следует, чтобы моя черепичка была живая и здоровая Так, Алина, я такой клей себе заказала И лак для потали этой же фирмы Да, вы знаете, я вот тоже очень люблю, когда вот у меня средства одной линейки Да, тем самым я уверена, что производитель Вот он придумал все в линейку выстроить И потали, и клей, и лак для защиты потали И тот же клей с лаком, но точно у меня не начнут друг на друга ругаться Что не пойдет неожиданно какой-нибудь кракелюр Да, не начнутся тут локальные войны на моей заготовке Вот Хотя, к слову сказать, это вовсе не обязательно Можно пользоваться любым неводным лаком Традиционно поталь чаще всего закрывают шелачным лаком Наверняка, если вы хоть раз обращали внимание на золочение Слышали такое название, да? Очень удобный спиртовой лак Ложите тоненьким слоем и сохнет моментально Так, ну что, я наведу немножко порядок, чтобы у меня на столе было чистенько Поталь штука такая Стоит с ней поработать, и потом у нас полдома в позолоте Вот И мы с вами пойдем дальше Итак, докупаж мы с вами закончили Поталь мы с вами наклеили Ну-ка, давайте посмотрим Я думаю, что вам видно Видно, даже на нашей камере видно Что картинка-то стала настоящей гравюрой Вы видите, как она сияет Вы видите, как у меня свет отражается Особенно где вот светлые места мотивов, да? Очень красиво Вот она прямо вот такая вот Она сияет и сияет Красота Инна, я согласна, да, мне тоже нравится Красота Я вам сейчас для сравнения просто покажу С чего мы начинали Смотрите Вот у меня на белом фоне рисовая бумага, да? Если бы мы с вами просто загрунтовали этот мотив, как я говорила У нас был бы вот такой рисунок И вот у нас рисунок на потале Посмотрите, насколько богаче и глубже он смотрится, да? Согласны? Фантастика, Лидия Ну, практически, рукотворная фантастика Ну вот, значит, с обратной стороны мы с вами уже поразвлекались Давайте переходим на эту сторону Как голограмма, очень красиво Да, Светлана, действительно, очень красиво И мой вам совет Пробуйте, экспериментируйте Пробуйте с разноцветной поталию Это очень интересно Светится, переливается, картинка как живая Да, Леся, ой, я так рада, что вам эта идея нравится Потому что я вот прям большой любитель таких вариантов Ну что, мы с вами уже сделали красивую картинку Мы дали ей глубину, да? Таким несложным ходом, как потальный фон Мы дали глубину нашей картинке А теперь мне хочется продолжить декор уже по внешней стороне Что же я для этого буду использовать? Смотрите, у меня есть совершенно замечательные баночки Это пасты Сейчас я буду ловить камеру, чтобы вам показать Смотрите внимательно Во-первых, обратите внимание, насколько красивые и стильно сделаны этикетки, да? Ну, прелесть же, вот нравится мне Уже даже по одним этикеткам я, когда я такие баночки вижу в магазине Сразу хочется схватать и покупать, и бежать работать У меня в руках интересная паста Это паста для эффекта фрески На самом деле структурная паста, которая, ну, наверное, чуть грубее, чем стандартная паста Чем стандартная текстурная паста или структурная паста, которым мы обычно работаем, да? Просто чуть более грубая паста Вот, а вот эта вот паста Очень интересная Даже если заглянуть немножко в баночку Ах, камера не показывает всю вот глубину и красоту Но вы видите, там внутри что-то поблескивает, да? На самом деле, эта паста, вот она пока у нас мокрая, она белесая Но с вкраплениями таких вот блеска, да? Достаточно крупных блескушечек Посмотрите, часто мы боимся работать с такими составами Чтобы, ну, работа не выглядела слишком ярко, блестяще, вульгарно Сейчас мы поработаем, и вы почувствуете, насколько эти блескушечки бывают кстати И как удобно и красиво с ними работать Вот с помощью этих двух паст параллельно мы с вами создадим здесь барельеф в виде деревьев Для того, чтобы у нас получилось как будто аллея Деревья обрамляет нашу картинку Паста у меня есть, а с пастами всегда очень удобно работать с помощью мастихина Вот такой вот обычный, любимый для многих художников инструмент, да? Напоминает немножко строительный мастеров В магазине масса таких мастихинов Они бывают разного размера, разной формы Вот, художники очень любят с ними работать Я выбираю варианты попроще, сейчас я вам даже еще покажу Вот, посмотрите, вот такого размера, наверное, мастихин Тоже очень удобный для работы Единственное, когда мы работаем с пастами Лучше брать мастихины не острые, а вот такие, видите, у меня наконечник скругленный, да? Чуть-чуть кругленький наконечник Для того, чтобы не было момента, когда у нас паста просто процарапывается Ну вот, и теперь потихонечку начинаем создавать наш барельеф Если у вас баночка новая, паста совершенно вправе немножечко расслоится, да? Открываете иногда, кажется, ой-ой-ой, что же это такое, там какая-то водичка Ничего страшного Новую банку обязательно вымешиваем перед использованием Но это очень хорошая привычка, даже когда вы уже работали с пастой не один раз Я всегда все равно немножечко ее промешиваю Вот таким вот образом, для того, чтобы у меня была паста однородная и эластичная Ну вот, набираю немножко пасты Работаем мы с вами всегда внешней стороной мастихины, да? Не как ложкой, а как мастерком И начинаю наносить, пока достаточно спокойно, не сильно задумываясь Просто придумываю И так у меня внизу будут корни Вот таким вот образом Немножко прижимаю пасту к стеклу И я уверена, что она у меня никуда не денется Потихонечку, потихонечку просто формирую полосочку неровную Ни в коем случае не стараюсь выгладить, чтобы у меня все было тут идеально ровно Нет, мне это не надо Наоборот Сразу задаю направление То есть вот у меня корешки пошли И я мастихином немножечко проглаживаю Да? И даю вот такие вот Как это правильно назвать? Не полосочки Такие углубления Из которых у меня потом появятся корни И дальше из этих корней Пойдем, пойдем, пойдем наверх Для того, чтобы сымитировать ствол дерева Да? То же самое не приглаживаю пасту Чтобы у меня сразу была интересная фактура Вот так вот забираюсь повыше, повыше, повыше Вот видите, да? Уже сразу получается что-то неровное За счет того, что паста имеет определенные фактуры Не очень легко работать Тонкая паста на этом месте нам дала бы просто ну какой-то там ровный слой И надо было прилагать определенные усилия Чтобы она у нас была какая-то интересная А здесь все очень легко Так, и с другой стороны Так, немножко уехала, да? Так лучше для меня С другой стороны корни Главное не сделать это совсем симметрично Потому что любая симметрия это неестественно И на самом деле неинтересно Работа должна быть немножечко несимметричная И тогда у нас появляется ощущение пространства, ощущение объема Таким образом Потихонечку наращиваем наши деревья Толщину слоя можете варьировать довольно смело Единственное помним, что тонко нанесенная паста высохнет буквально за час Чем толще слой, тем дольше она должна сохнуть Чтобы вы могли дальше работать смело Вот самый удобный вариант Когда я работаю с пастами Я стараюсь сделать какие-то такие объемные работы Вечером И оставить на ночь И за ночь Я буду уверена точно, что Фактически любой слой просыхает И просыхает очень качественно Дальше работаю очень смело Вот Уже что-то у меня вырисовывается Этой пасте поговорим спасибо И берем следующую баночку Я в паузах стараюсь подглядывать в чат Если вдруг вы задаете какие-то вопросы В это время я как раз увижу Мастихийную хочу протереть Чтобы мне было удобно работать чистенькими мастихиями Пасты эти очень легко снимаются Очень легко смываются Теплая вода с мылом И ваш инструмент абсолютно чистый Потому что пасты у нас все эти на водной основе То есть здесь никаких растворителей Ничего страшного нет Ну что, поехали наводить красоту Немножко перемешиваем Обязательно Да, потому что паста имеет свойство Расслаиваться Наши блестки немножечко Глиттеры опускаются Вот так мы перемешали Сначала наносим Ну, достаточно произвольно Нам главное, в принципе, обрисовать То место, где у нас будет крона дерева Именно крону мы будем делать с помощью этой пасты И посмотрите На начало ствола я также захожу этой пасты Немножко подмешиваю одну в другую Для того, чтобы создать как бы третью фактуру на нашей работе Одна паста, другая паста А там, где они перемешиваются Они работают немножечко по-своему То есть у нас уже сразу получается три фактура Дырочку я, кстати, закрываю довольно смело Потому что потом, если мне нужна вот эта дырочка Я ее тихонечко-тихонечко освобожу Ну, как нанесла, сейчас это не принципиально А вот теперь сделаем очень интересную вещь Смотрите Прижимаем мастихин к слою пасты И поднимаем его резко Я даю возможность пасте получить какое-то направление Видите? И тем самым, кроме деревьев, у меня получаются ветки Соответственно, и мастихин я располагаю не ровненько То есть мы не забор с вами делаем А меняя угол Для того, чтобы у меня был вот этот самый эффект веток в кроме дерева Ну вот, что-то уже похоже Сейчас сама посмотрю, что делаю То есть стараюсь вам показывать И не всегда даже вижу, куда у меня пошли руки Ну вот, вот у меня пошло одно дерево Замечательно Главное не увлекаться, чтобы случайно не закрыть всю картину Так, и второе Тут уже проще Я стараюсь его сделать чуть-чуть поменьше Потому что с этой стороны у меня, посмотрите Сколько всего интересного намотили, да? И крыша, и окно Даже фонарь с табличкой Очень много элементов Соответственно, объемный декор с этой стороны Я делаю чуть-чуть поменьше, чуть-чуть попроще И ровно так же Придумываю свои веточки Вот таким вот образом Вот так вот Можно посмотреть Можно что-то подкорректировать Скажу вам больше Вы можете оставить работу высохнуть как следует А потом добавить еще один слой пасты Запросто То есть паста на пасту Ложится очень хорошо Очень тщательно и крепко прилипает Ну вот так Вот Ну что, деревья у нас с вами готовы И вот сейчас наши деревья Отправляются сохнуть, да? Ну пока у нас эта черепочка будет сохнуть Я возьму домашнюю заготовку Вы сейчас увидите разницу Вот наша паста во влажном виде, да? Это почти не отличается А вот на это обратите внимание Глиттеров почти не видно Паста вся белесая Она мокрая Вопросов мало, так как Диана как всегда Мы все засушили Инночка, спасибо тебе большое Я тут пою соловьем, да? Привычно Ну вот Прошла ночь Паста высохла Посмотрите, насколько она крепкая и плотная, да? Я очень смело, достаточно активно ее вот сейчас подмучиваю А у меня ничего не сыпется Согласитесь, это большой плюс вот таких вот хороших профессиональных паст Потому что они дают нам просто надежный крепкий декор И мы спокойно знаем, что с работой у нас ничего не случится Можно ее сделать, можно подарить И ничего страшного не произойдет А сейчас я вам хочу показать все-таки одну вещь интересную Посмотрите На этой работе я покрыла медной поталью, да? Помните, мы с вами рассуждали, что медная поталь дает нам ощущение осени? Посмотрите, у меня общий фон, общий тон работы Много бликов, но, по-моему, все равно заметно, да? И вот наша черепичка, с которой мы работали Одна и та же картинка А посмотрите, как мы лихо поменяли цветовое настроение работы, да? Лето и осень Ну что, давайте работать здесь А вот сейчас нам с вами предстоит, ну, наверное, самый приятный, самый волшебный момент нашего мастер-класса Да, разница видна Видна, видна А представляете, серебро Попробуйте еще серебро Серебро тоже изумительно подчеркивает мотив Немножко холодит его То есть, если у вас сам мотив в белых тонах, наверное, стоит воспользоваться именно серебряной поталью Посмотрите, я себе просто положила подложку, чтобы не испачкать стол Самый простой вариант Листочки в файле, да? Все беленько, все чистенько Но зато у меня стол сохранится чистый и аккуратный Для чего мне нужны такие долгие приготовления? А вот для чего Ой, не знаю, любите ли вы витражи Я витражи обожаю Я вот готова смотреть на витражи очень-очень долго Соответственно, витражные краски, это, наверное, ну, самое любимое То, что есть у меня для декора А вот сейчас я достаю вот такие вот малышики Это, нельзя сказать, что это витражные краски в таком классическом понимании Это спиртовые красочки от компании Stamperie Итальянский производитель А краски, которые годятся для всего Тамара, любите витражи? Ну да, да, согласитесь, что очень тяжело не любить витражей, да? Когда сразу ощущение, ну, наверное, что-то между леденцовой радостью, да, и детской сказкой Ой, красота! А главное, вот с помощью таких красок, насколько легко это делать у себя дома Сейчас посмотрим Так вот, я подобрала несколько похожих цветов, близких, да, для того, чтобы создать интересные переходы А использовать я эти краски буду сегодня непосредственно на пасте Ну, сначала на пасте, а дальше посмотрим, как пойдет Краски очень-очень жиденькие Вот я даже поболтаю, вот прям там, ну, как водичка, да? А из-за того, что они спиртовые, они очень быстро сохнут И как хорошие, приличные витражные краски дают совершенно изумительный глянцевый блеск И за это мы их любим отдельно, да? Давайте посмотрим, что мы с вами можем сейчас поделать с этими красками А по большому счету, вот все краски, которые у меня сейчас есть Вот эти несколько цветов, можно разделить на две группы Условно красно-коричневые и желто-зеленые Что мы их сделаем, да? Раз кучка, два кучка Ну, вполне понятно, красно-коричневые у меня идут на нижнюю пасту А желто-зеленые у меня идут на верхнюю пасту Прежде чем вот так вот смело продолжать работу на заготовке Тем более мы с вами уже сделали много шагов Уже мы с вами больше часа работаем Но было бы обидно сейчас ее испортить, да? Всегда пробуйте обязательно на каких-то вот отдельных выкрасках Вот меня часто спасают вот такие вот дощечки, да? Просто кусочки фанеры, которые я себе напиливаю На них я делаю образцы И вот здесь посмотрите, как хорошо видно Паста с эффектом фрески Матовая, структурная, глубокая Принимая в себя краску Она становится точно такой же рыхлой и матовой Но уже тонированной, да? И вот наша паста с глиттерами прозрачная Посмотрите, даже под краской Так как они прозрачные наши эти витражные краски Насколько паста смотрится переливающейся И немножко сияющей, да? Немножко видно Вот, и вот когда я попробовала на такой выкраске эти краски Когда я вижу, как они работают Тогда я могу уже смело переходить и к моей черепичке А дальше все очень просто Паста, краски сделаны вот в виде маленьких тюбиков с маленькими носиками И те, кто из вас видел анонсы нашего сегодняшнего мастер-класса Видели, как легко практически я капаю на заготовку этими красками Мы вот этим сейчас и поснимаемся Посмотрите, видите? Краска, попадая на пасту Она разбегается по углублениям, которые мы с вами показали с помощью мастихина Если хочется более глубоких углублений, все очень просто Пока паста влажная Прямо зубочистка Причертите рисунок коры и рисунок корней То есть тут все в ваших руках, в вашей власти, да? Можно ограничиться мастихином Можно добавить с помощью зубочистки Ну вот, и теперь, нанеся один цвет Я тут же рядом наношу другие цвета Краски мешаются непосредственно на заготовочке, непосредственно на пасте И получаются очень-очень приятные эффекты Посмотрите, какой у нас насыщенный, глубокий, приятный цвет Очень здорово И вот таким вот образом, потихонечку, я начинаю заполнять всю мою пасту На красно-коричневую добавляю немножко зелени Видите, она смешиваясь, привносит очень-очень красивый нам оттенок Немножко рыжеватых тонов, да? Чтобы приглушить такую яркую зелень Немножко рыжины добавляем И переходим ко второму дереву Согласитесь, очень легкий вариант работы И насколько она сразу ярко и эффектно смотрится Видите, для чего, да? Я постелила фарик Сразу видно, что у нас с вами краска, хотя немножко убегает Но рабочий стол у нас чистенький Тут у меня помощники сидят и хихикуют Интересно Что у нас смешного получается? Красиво? Нравится? Да, поди головой махает, да Красиво растекается Да, Наташа, мне тоже очень нравится, как она работает И главное, можно посмотреть на любом этапе Добавляю цвет, наслаиваю его друг на друга, смешиваю Вот сейчас хочу поднять вот банан Это краска не убежала Смотрите, как приятно, как эффектно смотрится Вот это вот смешение на заготовочке непосредственно Да, зеленые, рыжеватые, красные, коричневые тона Вот, а теперь мы закончили с вами практически с нижней частью Здесь, знаете, самое главное, не оставить белых проплешин Вот на это обращайте, пожалуйста, внимание, ладно? Иначе будет, ну, просто не сразу ощущение неаккуратной работы Вот стоит остаться белым проплешином Сразу, ай-яй-яй, ой-яй-яй Ну вот, а теперь добавляю зелени в нашу крону А если вот так вот еще ее пошевелить Видите, как здорово Краски растекаются, немножко смешиваясь Посмотрите, вот сейчас не буду вам много рассказывать про палитру На сайте компании Гела, www.gela.ru Видно эти краски, можно посмотреть цвета, можно посмотреть палитру Там 23 цвета, причем очень красивые цвета С такими романтичными названиями Мне очень нравится, когда берешь, начинаешь смотреть Вот, допустим, вот эта вот у меня лесная зелень, да? Вот она такая яркая, немножко на зеленку похожа А вот этот вот цвет у меня называется зелень лайма И вот вы видите, он немножко в желтизну И смешиваясь, посмотрите, какие интересные блики у меня появляются И поверх этого я добавляю обычного лимона Слушайте, у нас уже кулинария здесь началась, да? Вот, и, ах, как красиво! Посмотрите, насколько легко и быстро у меня возникла целая аллея из деревьев Все, к большому счету, вот на сегодняшний, на текущий момент нашей работы Вот так вот, в два шага я легко сделала аллею А теперь эти краски мы просто спокойно подсушим феном Вот никакие больше витражные краски не терпят фен так легко, как вот эти вот спиртовые красочки, да? Сохнут очень быстро Единственное, ну не дуйте на них очень сильно, иначе они просто стекут В США, в Канаде нет фильма Стопперия, товары в печалька Вообще нет итальянских и немецких товаров Лидия, ну вы не сильно расстраиваетесь, так вот совсем, да? Но у вас есть свои замечательные производители Вот точно знаю, есть несколько американских брендов Которые вот и в Россию пришли давно-давно еще на заре увлечения докупажем И производят изумительные товары Поэтому, да, есть вам с чем поработать, я практически уверена Чуть-чуть посушу, звук выключаем Что? Сейчас уже двух идет Да, двух идет Ха-ха-ха Ха-ха-ха У нас трансляция и выключится Попеки Может там не надо будет Монтаж не будет Ха-ха-ха Вкусно Крайшик беленький Да, вот чуть-чуть А, вижу, дайте-ка наш мастер-классный бекон бекут бокал А, вижу, ага Так, вот так лень. Красивые краски. Так, дальше. Мне будет очень нравится, такие глубокие, глубокие. Продолжение следует... 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 мы сейчас возьмем а с вами наши любимые контуры и давайте теперь поработаем контурами для того чтобы а работа с контурами было успешным и удачным всегда под руками нужны две вещи во первых салфеточки просто чистые салфеточки сухие а во-вторых зубочистка или иголочка потому что что такое контур большому счету это та же самая наша акриловая краска но замешанная таким образом что она становится очень густая и густая краска у нас должна пройти через глины тонкий носик поэтому нередко бывает что контур засыхает в носике немножко возобивается и надо прочистить для этого я использую зубочистку или иголочку все у нас готово все под руками поехали что я хочу немножко сделать ну вот у меня есть такой контур он здесь называется свинец то есть это имитация свинца вот на деле смотрится как знаете такой черный металл я вытираю носик потому что чистенький носик это гарантия аккуратная работа и дальше с помощью вот этого контура я просто добавлю фактура нашему дереву немножечко подрисую как бы поверхность коры и немножечко просто покажу веточек но совсем немножечко тут главное знаете что главное не передавить чтобы не сделать какой-то вот такой вот детский контур да чтобы не превратить нашу работу в обычную раскраску детскую ну вот так вот я добавляю немножко интересных бликов на кору на самом деле вот эти вот все шаги которые я сейчас делаю добавляют лишь такой знаете как фактурности и интереса при определенной игре солнце они не должны очень сильно очень ярко бросаться в глаза но вот когда наша работа висит на стеночке радует нас зависимости от того солнышко ли на нее светит или это какой-то домашний свет у вас вдруг будет проявляться то вот контур блеснет дать то глиттеры внутри уже под слоем краски начнут как-то интересно играть вот ровно для этого мы с вами сейчас и подчеркиваем фактуру вот у меня уже не кора заиграла поинтереснее стал и корешки все вот такой темный контур я теперь убираю он мне уже здесь не нужно и беру а контур цвет античная медь это все контур итальянские очень нравится мне работать потому что вы знаете хорошо сделанный носик да он длинненький довольно тонкий очень хороший состав самого кона он ровненько идет очень хорошо ложится в зависимости от нажима я могу получить либо такую хорошую толстую колбаску до либо вот какую-то тоненькую прерывистую линию здесь принципиально я работаю очень тонкими очень прерывистыми линиями поэтому на сам контур сильно рукой не нажимаем немножко на салфетке выдавливаю смотрю как он работает иногда бывает что контур начинает бежать да вот я вроде не нажимаю все равно он бежит в таком состоянии с ним работать крайне неудобно и вариантов два или немножко подождать пока излишнее давление уйдет или вот так немножко не видеть поджимаю бачку краешки сбоку пока поджимаю и он перестает бежать а теперь мы с вами делаем раскраску наоборот в обычных детских раскрасках у нас есть контуры которые мы закрашиваем а здесь у нас есть цветовой рисунок но к нему мы добавляем немножко контура без нажима легонечко там где мне нравится сначала делаем то что бросается в глаза первым вот я таким образом подчеркиваю кладку моста стеночка немножко дорисовываем поддерживаем кирпичики причем подкрашиваем мы с вами в основном все элементы которые находятся на переднем плане картинки да стоит ли нам выделить задний план таким образом контур все-таки это достаточно такой сильное выделение контур металлик он блестит и за счет этого блеска картинка выходит на передний план так вот если мы заднюю часть этого мотива будем вытаскивать на передний план у нас с вами все смешается поэтому подчеркиваем все что у нас на картинке на переднем плане дерево фонарь мост вот у меня замечательно окошко я немножко прорисовал смотрите спокойно и совсем не жирно очень здорово контурами прорисовывается каменная кладка и это делаю не везде кое-где смотрите как просто клеточки полосочки а у нас получается фактически имитация каменной кладки и добавляя элементов на крыше и вот внизу хочу дом дверку тут такая парочка прорисовать немножко да чуть-чуть обозначить нравится она мне вот внизу портик тоже самое очень 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 легонечко то есть мы не рисуем детских контур и посмотрите как легко нам подчеркнуть цветочные кусты фактически как бы с одной стороны немножко подрисовываю каждый цветочек совсем немножко тут важно не переборщить на типа говорят заберите у художника кисти вот стоит переборщить и из красивой аккуратной работы получим какой-то ужасный ужас вот вот так вот мне пожалуй уже нравится немножко хочу заднюю стеночку обозначить смотрите что произошло мотив то у нас глубоко лежит а сейчас мы добавляем декора сверху и настолько явный 3d эффект пошел у меня прямо вот но стереоэффект фактически да как в кино только очки не дали немножко подсушу контуры так как я наношу его тоненько и без фена он высохнет буквально за 15-20 минут но мы с вами не будем ждать этого времени поэтому немножко холодным феном подсушу выключаем звук она а колоринг можно капнуть на стекло и быстро разнести спонжем можно капнуть на спонж а потом разнести на поверхность спасибо очень здорово очень классные советы действительно да для того чтобы получить какой-то определенный фон можно работать и так а мы сейчас попробуем работать вот совсем тоненьким легким слоем сейчас опять же как у нас была задача не переборщить с контурами у нас такая же задача сейчас не переборщить и склад из красками колоринг будем наносить чуть-чуть точечно и кое-где просто чтобы подчеркнуть нашу картинку так сначала я возьму красный оттенок цвет называется коралловый ох не зря называется очень красиво очень глубокий цвет беру мой любимый желтый лимонный и возьму а зеленый лаймовую зелень она немножечко отдает желтизну и очень здорово сочетается но еще и дальше смотрим что же нам хочется украсить ну первое что бросается в глаза это наши цветочки я немножко как украсть а дальше приличные люди работают кисточкой вот таким вот образом они приличные помните мы с чего начинали любимая до инструмент для любой докупажницы попали смотрите насколько легко и абсолютно точно палец нарисовал вот такой вот розовый куст а жалко что вы не очень близко с немножко подниму да смотрите я попала и потом пальчиком сделать тек 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 отличный розовый куст какая красота боже мой никаких сорняков добавляю сюда же зеленый работаем прилично вот так вот хорошо я подкрашиваю контуры и подкрашиваю стекло тонируется все вместе и контур у меня перестает занимать главе стучи место на моей картинке да самое важное у меня становится уже цвет не блеск металлика а цвет и теперь главное вовремя остановиться я хочу подкрасить немножко зеленым просто вам тоже смешно да знаете как это приятно вот я я очень люблю эту работу смотрите насколько легко и насколько мгновенно у у нас работа уходит в цвет и получается такая вот глубина и радость на желтенький желтенький состоялся дамой дорогой желтый нас идёт на кирпичики слой получается тончайший тоненький 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 высыхает моментально вот у меня еще здесь работает кондиционер и краска сохнет прямо под кисточкой это так здорово и знаете пожалуй я хочу добавить чуть 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 темного цвета для того чтобы подчеркнуть тень глубине аллеи от корней да здесь вот я картинку по краешку затемняю немножечко 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 и у меня сразу появляется глубина дополнительно ах пальцем я люблю это делать лучше вот таким образом ну и на крышу да ну скажите мне уже стоп ты боюсь я уже не остановлюсь немножко на крышу таким образом и красим стеночку поближе скорее скорее покажите еще раз поближе смотрите вот сейчас ничего не отсвечивает да замечательно то есть я фактически копаю чуть-чуть краски совсем чуть чуть да прям вот вот маленькую капельку и дальше эту капельку тонким слоем разношу потому что у меня не стоит задача получить цветное стекло не стоит задача тонировать его чуть 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 тонировать вот таким вот образом ну что красота необыкновенная единственное о чем я жалею что вы не видите это вживую конечно можно придумывать еще кучу техник конечно можно на этом не останавливаться но в принципе смотрите мы с вами сейчас сделали нижний декор и верхний декор причем и низ и вверх у нас сами по себе имеет определенную глубину и не забываем про толщину стеклянной заготовки да у кстати да и мира спасибо большое что сказали об этом действительно гузель спасибо извините ужас как у нее и мандалоги дорогие коллеги да вы меня слышите вот а в линейке есть разбавитель который позволяет добиваться эффекта акварели легких полутонов с разбавителем вообще чудо работать можно делать настолько интересные переходы можно делать внутри краски определенное осветление особенно интересно это когда мы работаем на ровной поверхности то здесь действительно чудо единственное вот что хочу вам сказать а традиционно общепринятым местом считается вот какой момент мы с вами сейчас работали непосредственно из тюбика наносили краску на заготовку да а эти краски ведь могут работать и как обычные краски то есть мы можем смешивать два цвета и получать какой-то третий оттенок и работать мы можем не всегда на самой работе на самой заготовки а используя палитру так вот а палитры пластиковые палитры лучше всегда закрывать тонким слоем фольги мы с вами сразу убиваем двух зайцев во первых нам не нужно будет потом эту несчастную палитру пытаться отмывать с такими вот красками сложными вообще неблагодарные занятия да и во вторых мы будем уверены что краска находясь на пластиковой палитре не будет взаимодействовать с пластиком она будет защищена тонким слоем фольги вот это то что касается техники безопасности работы с этой краской я конечно очень мазилась очень здорово вы видите насколько у меня грязные руки могу вам сказать по собственному опыту что руки отмываются легко и просто я просто теплой водой смыла начну мыть и действительно это все хорошо от моется олеся волшебный 3d эффект гениально олеся спасибо тамара красота сейчас все видно прекрасно но я очень рада я очень рада друзья мои ну что по большому счету посмотрите на часы мы с вами за полтора часа сделали фактически готовую работу и ну прямо скажем это действительно полноценный декор со всех сторон мы не сильно торопились еще раз повторюсь в обычной работе в обычной жизни я стараюсь не использовать фен неблагодарное это дело не любит наши краски фена да но даже при использовании фена это быстро и удобно виде спасибо огромное видит вам спасибо ой гриша буров здравствуйте гриша буров спасибо вам большое на здоровье так вот а часто бывают ситуации когда а надо завтра пойти в гости да и вдруг нужен подарок вот согласитесь таким подарком прийти не стыдно а если сразу даю идею вы хотите подарить допустим бутылку вина или сейчас очень красиво бутылки даже соком стеклянным представляете бутылку задекорировать вот в этой же технике и принести в подарок по моему это будет полный фурор и будет очень красиво вот огромные очень четкие подробности делишься мастер-краску показать поближе оба-опа-опа почти поймал вот показываю совсем близко у этих работ знаете какая главная сложность вот мы когда что-то делаем красоту дома всегда ведь хочется похвастаться да вот сфотографирует такую работу очень тяжело потому что вот эти вот верхние краски которые мы с вами положили уже поверх стекла при фотографировании они как бы выпрыгивают в объектив и смотрится очень ярко на самом деле они не такие навязчивые что ли как кажется на фотографии и на спасибо огромное вам огромных творческих успехов спасибо дорогие за ваши отзывы за ваши теплые слова ну что мы может быть переключим камеры и начнем с вами тихонечко прощается вы пока можете поотвечать на вопросы а главное я вам расскажу что у нас будет дальше дырочки можно раскрыть запросто вот эти вот дырочки вы знаете я как делаю я даю спокойно всему подсохнуть а потом с помощью шила просто тихонечко тихонечко их расширяю и запросто совершенно вешаю работу то с ней уже ничего не будет единственно но просушите хотя бы день-другой все переключается здравствуйте давно не виделись как ваши дела я надеюсь вы успеваете хотя бы чай это пока мы тут высотом занимались я специально убираю стол готовлю мой что для того чтобы показать вам еще одно очень интересную очень красивую штуку сейчас я попрошу светлана мою помощницу мне помочь ну что хорошо видно да тогда чемодан и вот этот чемодан появляется здесь не просто так а со смыслом друзья мои спасибо большое вижу ваши теплые слова прямо спасибо огромное а поддерживают они колоссально сразу таки крылья за спиной хоп-хоп и хочется дальше лететь и творить надеюсь у вас появляются те же ощущения по просмотру наших мастер-классов так вот возвращаемся к чемодану чемодан здесь появился не просто так а со смыслом почему потому что ну не знаю как вам мне сегодня очень понравилось работать вместе с вами и я надеюсь что наша встреча это первое и далеко не последнее а не последняя на вот почему я вас всех с огромным удовольствием приглашаю на наш следующий вебинар наш следующий мастер-класс онлайн который состоится через месяц 22 июня те же самые 20 по московскому времени до время удобно и все успевают доехать до дома и спокойно как это принуть к нашим голубым экраном так вот через месяц мы с вами прямом эфире будем делать вот этот вот чемодан а в чем интерес этой работы ну во первых с одной стороны это классический а винтажный стиль да мы с вами поделаем потертости я покажу и расскажу как можно эти потертости сделать но что самое интересное мы с вами на этой крышке сделаем все тот же интересный многослойный многоуровневый декор посмотрите наша крышка сейчас как будто вот этот любимый любимый старинный винтажный чемодан много путешествовал на него наклеивали наклейки стали какие-то штампы отметки и таким образом он сохраняет память всех тех городах и странах куда с ним путешествовал его хозяйка мало того что у нас красота сверху мы с вами очень красиво сделаем и боковинки здесь много всякого декора объемные элементы а плоский декор и еще заодно мы с вами декорируем и внутреннюю часть вот вы видите что она красивая а я еще вижу что она мягкая вот как мы это будем делать вы сможете увидеть на следующем вебинаре но просто объявить этот вебинар пригласить это было бы ну немножечко не по нашему не по делу нам же нужно заинтересовать и даже заинтриговать так вот с огромным прямо с радостью с радостью я вам сейчас расскажу вот что обычно когда мы приглашаем вас на вебинар вы видите определенный список материалов которые нужно найти купить приготовить и использовать в дальнейшем в работе а сейчас у вас есть совершенно другая возможность у вас есть возможность заказать готовый набор материалов для того чтобы работать в этой технике представляете насколько это легко комфортно и приятно вы сразу покупая набор материалов получаете именно те материалы с которыми буду работать и я вместе с вами прямом эфире вы можете быть уверены в том что это будет удачно качественно и что не будет никаких накладок из-за того что ой пожалуй это не немножечко не то что нужно немножечко не так работает давайте я вам покажу те наборы которые сотрудники компании гела приготовили для вас так у нас мега набор знакомая заготовка вот это совершенно может всем всем откросят вот мой чемодан но он еще без всякого декора то есть вы получаете чемодан посмотрим что за внутри батюшки свет да вы посмотрите целый чемодан всяких сокровищ да начиная от профессиональных сред вот в таких вот больших упаковках то есть вы начнете работать с ними на мастер-классе и потом сможете задекорировать еще очень много заготовок да у вас есть смотрите даже наждачная бумага это она итальянская профессионально очень приятная в работе у вас здесь есть даже ленточки которые мы будем использовать декорить у вас есть замечательный спонжики но это для тех кто умеет работать не пачкай руль как я посмотрите мои любимые пуговки я все это буду использовать для декора чемоданы во время мастер-класса вы увидите как легко изящно и интересно работать с такими вещами насколько они добавляют шарма и красоты ваша работа но чемодан этот вы сможете получить не просто так а в интересном пакете давайте посмотрим что в этом пакете будет еще вот такой вот фактически уникальный трафарет почему я говорю что он уникальный потому что он фактически используется как прямой трафарет и как обратно как трафарет негатив очень интересно в работе можете делать все увидите посмотреть трансферная бумага компания стомперии тот самый мягкий 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 фетр с рисунком который мы будем использовать внутри да совершенно уникальные вещи и огромный лист лист бумаги на чемодан уйдет лишь несколько мотивов остальные мотивы останутся вам для дальнейшей работы чтобы можно было сделать что-то в комплекте все это будет упаковано вот в такой вот пакете мы с вами прямо сразу пакетик смотрите о большой доход пакет чувствуете новым годом прямо запахло да я сейчас как дед мороз таким подарком а в пакете у вас будет вот такая фотоинструкция от меня и даже если вы что-то упустите а на вебинаре вдруг что-то проскользнет мимо ноги вы всегда сможете посмотреть вебинар записи да а во вторых смотрите вот это натуральный фото шпаргалка достали посмотрели в двух сторон поэтапно с пояснениями все видно все замечательно то есть еще и фото мастер-класс подарок от меня а еще у нас тут такие вот замечательные книжки от компании гела а во первых журнал почему я выбираю этот бренд сможете полистать посмотреть я думаю что вы занимаетесь не только докупажем да а разными видами рукоделия разным техникам но и посмотрите какие материалы вы можете подобрать прямо специально для себя а еще смотрите все бегут вот такая книжка что самое ценное в нашем деле нашим деле самой ценной идеи и материала материала у нас чемоданы а вот идея книжка это фактически а книжка подарок с массой разных фото мастер-классов по разным техникам и посмотрите как здорово сделано мало того что вы видите мастер-класс вы отдельно читаете про материалы которые использованы конкретно в этом мастер-классе я могу сказать что когда я первый раз увидел эту книжку я с таким огромным удовольствием схватил начало читать начало изучать и на что мне срочно надо что-нибудь пошить а потом еще что-нибудь связать да и самое хорошее во всей этой истории что видите это номер один то есть журнал творческие идеи от компании гела выпуск номер один значит что будет еще номер три и я надеюсь что тогда даже если это большой набор серьезный и достаточно дорогой а что же можно делать если не хочет что-то такое глобальное большой серьезным и дорогой а можно выбрать набор меньше вот смотрите продолжаем играть деда мороза давайте посмотрим если бы вы сейчас чувствовали запах из этого пакета вот это фантастика это любимый запах для всех докупальников знаете почему здесь пахнет сосной потому что внутри настоящая сосновая заготовка как же она приятно пахнет и посмотрите какая классная форма длинная достаточно глубокая очень качественно сделанная заготовка а компания гела компания номер один для творческих людей да и здесь я немножко расскажу как это все можно получить хорошо а цену за такую радость тоже счастью проговорим сейчас быстренько покажу что там осталось потому что этот набор он немножечко поменьше да и все те же материалы которые вы видели в большом наборе единственное за небольшим минусом пуговки и ленточки вы пожалуй найдете у себя хорошо а все материалы у вас развиты вот такие баночки вот компании гела каждая баночка подписана вы не потеряетесь при этом здесь и указан артикул этого средства по которому вы легко сможете найти на сайте или в магазине и потом если вам понравится работать с вот этими средствами вы совершенно спокойно купите их магазин вот это то что касается а того что у нас внутри на леди отвечая на вас вопрос эти наборы высылаются почты не только для москвы но самый простой вариант для того чтобы получить эти наборы включается вот в чем часть рассказа на сайт компании гела ввв гела точка ру находите раздел а где купить там по городам есть список розничных магазинов находите свой город находите розничный магазин приходите в этот магазин и говорите дорогие друзья а я видела но я хочу закажите пожалуйста для меня вот этот набор и магазин для вас заказывает нам и присылает а для вас компания гела присылает набор магазин как же мне нравится этот вариант я надеюсь что через месяц 22 июня с вами встретимся и действительно на сей раз вы будете не только смотреть что творю здесь я но и творить с той стороны камеры и мы будем с вами работать вместе попробую как у вас настроение я думаю что мы обязательно попробуем обязательно что-то по делу и что-то получится ну что у нас остается последние девять минут я подсматриваю на чат вижу вашу радость гриша бурых наталья киселёва слушайте как мне приятно что вам нравится эта идея потому что мне эта идея нравится очень скажу больше для вебинара я обязательно для следующего вебинара я сама задекорирую такую шкатулку и отойду от привычного нам с вами такого дамского изящного декора сделаю ее специально в мужском стиле для того чтобы вы увидели что ну во-первых декупаж это не всегда дамское занятие но по участникам сегодняшнего вебинара это и так видно дорогие мужчины очень приятно вас видеть в нашей женской компании а во-вторых и в главных согласитесь для нас декупажниц очень часто встает вопрос что же подарить мужчинам на праздник какой декор можно придумать так вот я покажу вам свои идеи и надеюсь вам это понравится и вы ими с удовольствием воспользуетесь так олеся у нас нет магазинов с продукцией ирина да да мы с вами здорово а олеся давайте мы сделаем так я думаю что все вопросы вам можно будет решить очень легко обратившись на сайт компания гелару и работники компании менеджер компании вам всегда помогут и подскажут каким образом вы сможете заказать и получить вот такой набор для себя а если удобнее обращаться по емейлу то адрес звучит очень просто реклама собака гела точка ру но я думаю что на сайте этот емейл вы с легкостью найдете реклама собака гела точку и сможете задать свой вопрос вам сюда выступит помогут и подскажем маска спасибо за мк вас на спасибо вам огромное за то что вы сегодня были здесь за то что вы были с нами ирина он настолько ли она а посмотрите на сайте во первых у вас всегда есть возможность заказать через интернет магазин а потом вдруг на сайте вы неожиданно увидите какие-то рукодельные магазины которые оказываются давно и с удовольствием работать с компанией гела попробуйте для вас это будет новая информация новый способ может быть найти для себя нужные материалы спасибо большое спасибо вам я тоже буду ждать с нетерпением нашей следующей встречи друзья мои спасибо два часа прилетели просто на крыльях я даже их не заметила я с огромным удовольствием поработала и главное если вам понравились идеи если я хоть немножко я думаю что и не немножко заразила вас любовью к стеклянному декору к декору на стекле к декору с помощью вот таких вот волшебных материалов повторите попробуйте это не обязательно может быть черепица это может быть обычная прозрачная стеклянная тарелка благо их очень много везде я буду с нетерпением ждать ваши фотографии и если вы сможете прислать фотографии своих работ по результатам нашего вебинара это будет для меня очень большая радость а вы можете выкладывать свои работы на страничках компании гела в соцсетях это может быть вконтакте это может быть в фейсбуке я с удовольствием наблюдаю за этим страничками я с удовольствием увижу ваши работы вот смотрите нам подсказывают нужно идти в любой магазин и требовать чтобы они начинали работать с компанией гела да кстати хороший вариант долго долго ждать пока все кто-то начнет что-то делать а можно просто не ждать а попробовать двигать этот вопрос попробовать расшевелить местные магазинчики и может быть это будет началом большой и интересной совместной работе огромное спасибо за такой чудесный творческий рецепт для души Ирина вам спасибо за компанию вам спасибо за ваши комментарии мне было на самом деле очень важно очень приятно слышать вот такой вот отзыв живой с той стороны я очень рада что вы нашли время что вы посвятили это время нашему совместному творчеству по-моему у нас все получилось просто замечательно просто здорово ну что будем ждать продолжение я потихонечку прощаюсь с вами дорогие друзья сегодня я видела очень много знакомых имен у нас среди наших участников и я очень рада этому я просто рада повидаться с вами и вот таким вот образом а еще одна хорошая новость запись нашего вебинара будет выложена на ютубе на канале компании гела ссылочку можно будет увидеть опять же либо на сайте либо через соцсети те же кто подписаны на рассылки компании гела смогут увидеть эти ссылки и в своей почте получив их письмо так что я думаю что мы с вами не потеряемся мы с вами обязательно найдемся будем еще видеться не раз не два Гриша не уходите нет я Гриша пожалуй уже пойду уже тоже хочется день заканчивать спокойной ночи а завтра хорошего вам рабочего дня тем кто работает а потом замечательных выходных дней согласитесь за два выходных дня можно столько всего декорировать со свежими идеями просто чудо друзья мои разбирайтесь с наборами я буду очень рада если на следующем вебинаре мы будем с вами работать вместе мы с вами сможем параллельно сделать определенные этапы работы и я думаю что когда вы будете работать руками будет больше конкретных понятных для вас вопросов которые мы сможем обговорить сразу же не отходя с места у нас получится действительно живой настоящий мастер-класс ну что до встречи до свидания спасибо вам за добрые слова до свидания спокойной ночи до свидания